Доброе утро, друзья! Наш традиционный воскресный завтрак сегодня выглядит вроде бы не очень большим, но на самом деле это очень сытный завтрак, потому что сегодня я готовила buttermilk biscuits. Я так понимаю, это американские булочки по типу сконов, но готовятся немножечко иначе. Очень интересный рецепт, который сейчас вам покажу, поэтому сделала наборной завтрак на тарелке. Здесь хамон, сливочное масло, булочки, сыр и джем. Причем джем я покупала вчера в сельфо из горьких апельсинов. Я спросила маму, действительно ли он очень горький, она его просто ела. Она сказала, нет, он вкусный, поэтому пробуйте. У Леши тарелка чуть больше, потому что у него больше по размеру булочки, больше сыра, больше кусок масла, чтобы более сытно было. И сегодня не делала на чайник чай, сделала ему отдельный чай, а себе дрип-пакет, потому что хочется кофе. Так вот по поводу рецепта. Для него нам нужно взять немного молока и добавить в него чайную ложку лимонного сока или яблочного уксуса. Я добавила второй и отправила в холодильник. Сразу в блендер высыпала муку, разрыхлитель и сахар, короткими импульсами перемешала и добавила холодное сливочное масло. Снова все перебила в крошку. Можно это сделать вручную, главное, чтобы руки были холодные или в перчатках. Далее отправляем сюда подготовленное молоко, слегка перемешиваем и высыпаем эту всю смесь на стол для того, чтобы сформировать тесто. Оно очень просто и легко делается, потом стол присыпается мукой, тесто раскатывается в прямоугольный пласт, не очень тонкий. И вот таким образом складывается пополам и еще раз пополам, то есть с разных сторон, вот как я делала на видео, снова раскатывается в прямоугольник. А потом эта же процедура повторяется вновь, то есть оно раскатывается как слоеное, это тесто, и оно примерно такое и получается. И вот когда мы второй раз такое проделали, оставляем вот такой толстый прямоугольник, который подровняем со всех сторон ножичком для того, чтобы квадратики были красивые, и разрезаем на порционные булочки. У меня получилось 6. Можно сделать больше или меньше и отправить их на 10 минут в морозилку. После этого смазать желтком и выпекать примерно 25 минут. В духовке разогреть до 225 градусов. Вот такая получается слоеная красота. Я сегодня снова пойду родителям на хвост, просто потому что хочу кое-что глянуть Хэллоуину. На маршрутке ездить по этим точкам, ну, очень долго и тяжело, поэтому поеду с родителями. Они, кстати, собираются сегодня в метро, может, там чего интересного увижу, но, скорее всего, там уже будет новогодний товар, который я не хочу видеть. То есть у меня еще этого настроения абсолютно нет, не знаю, мне хочется чего-то осеннего, и Хэллоуин нравится, хоть это и особо не наш праздник, но, тем не менее, с каждым годом он все больше просачивается сюда к нам, в нашу культуру, в заведениях все украшают, делают какие-то тематические вечера. Ну, это действительно через несколько лет, мне кажется, будет прям очень популярно у нас. Но мне это нравилось всегда. Ну, просто нравится эта тема, не знаю. Поэтому там что-то готовить в виде каких-то страшных блюд мне нравится, наряжаться дематически было бы круто. Ну, это чисто мое восприятие. И сегодня, кстати, с новой сумкой. Вот ее цвет в жизни, посмотрите, какая красота. Реально шоколадная сумка. Очень классная, мне прям безумно нравится. И сегодня я, кстати, не мыла голову, я хочу приучить голову мыть ее хотя бы через день. Не каждый день. Тем более, у меня есть челка, ее можно мыть, укладывать корни, буквально чуть сбрызивать шампунем сухим и как бы делать прически. То есть на второй день с распущенными волосами я уже ходить не могу. Но делать какие-то пучки, косы, хвосты можно спокойно. Я сейчас хочу выйти чуть пораньше, зайти в Аврору и в АТБ, потому что там тоже может быть интересный товар тематический. А потом встречусь с папой и поедем к маме, потому что мама делает маникюр сейчас в центре города. Ну, я там заберю. Какая погода чудесная. Она какая-то вот, мое любимое слово, бархатная. Ни ветерочка, ничего. Тепло, приятно. Знаете, как все этого в роли? Мне кажется, они какие-то, знаете, какие-то из детства. Я, конечно, их брать не буду. Но желание леется. Такие гостики симпатичные, слушайте. I'm shocked. Только мне не понятно, сколько они стоят, на этом нужно пропикнуть. Они такие небольшие. Если бы они были еще крупнее, супер было бы. Короче, из хэллоуинского только пушистые тыквы и носки. Здесь, скажем, ничего такого нет, что я искала. Но вот здесь реально дофига интересных сладостей, еды прикольней. Вот вроде можно это купить. И вообще всякие мелочи. Хороший магазин. Интересно, что его сделали таким, что сюда приходят все просто. Вот абсолютно все. Здесь женщины, мужчины разных возрастов, люди разных, мне кажется, достатков. То есть вот абсолютно каждый может здесь что-то найти для себя. Вот тут будет что-то есть. Но все не то, что мне нужно. Помочки для кексов страшно. Что-то ерунда. О, какой-то уже открытый топор. Наверное, светящийся. Момики, шляпки, котики. Это все такое. Игрушки. И шляпы, которые как цилиндр. Знаете, если вы хотите выглядеть как баба-дук, вам вот эту шляпу нужно купить. Папа меня уже забрал. Так смешно, что у него в подстаканнике стоит баночка с медиком. Милый мишка. Мама там что, задерживается? Поэтому мы заехали на бой, что тут папе по работе что-то получить надо. И поедем дальше. Пап, тебе не кажется, что это странный был вопрос? Да, это... Я что-то... Я же присела немножечко на мнение, уже думала, может, выходи тебя защищать. Друг мотоциклист мой. Тоже мы с ним начали разговаривать по поводу возраста. Это сколько тебе лет? Я говорю, 54. Ну, блин, я думал, лет 45. Нет, что ты молодой выглядишь, это прекрасно. Но меня больше смутило его второй вопрос. По поводу машины, да? Да, где вы работаете, что у вас такая машина. Блин, это как-то стрёмно. Короче, попросил бы... Молодой парень, спросил бы папа. Спросил бы того, кому 25 лет. Да. А тут человек работает, что ты будешь ему теперь рассказывать весь свой путь. Как ты пришел к тому... Очень путь. Через тернии экзот. А ты так засиял? Экодолк, в 40 с чем-то лет. Сейчас, наверное, я впервые вижу, что мужчина вообще спрашивал возраст другого. А мужчина еще и говорил, что вы выглядите моложе. Это как-то странно. Я тебе больше скажу. Я такой, я сам спросил, когда Volkswagen еще покупал в салоне. Это было 15 лет назад. И мужик там один работал менеджером. Он выгонял, загонял машину на ремзон. Понимаешь? И что там так с ним общались хорошо. Там продаляш, жужжу. И он такой, знаешь... Ну, мужчина такой, с усами такой, седоватый чуть-чуть. Ага. Ну, я думал ему, ну сколько? Ну, может, ему лет по 50. Мне тогда было сколько, считай, 15 лет назад. У 40. Ну, да. Я думал, ему должно до 50. Он говорит, ты знаешь, сколько мне лет? Он бегает, прыгает, машины гоняет. Ты знаешь, сколько мне лет? Я говорю, сколько? 62. Я аж и присел. Он классно выглядел. Вот тут он... Не, ну, видишь, он сам как-то это так подвел к этому. А тут человек сам спросил. Ну, что там такое, сподвела его спросить. Ты там бьешь, прыгаешь. Ты знаешь, сколько мне лет? Да, пап. Да, у нас 62. Я аж распереживалась. Очень красиво. Он говорит, какой-то не золотой. Где? Ого. Это что, как какой-то парк или что? Это, наверное, школа может или садик. Не понятно, что это. Люблю осень. Ты любишь осень? Да, тоже люблю. Пока мы дождались маму, пока все, время прошло, уже есть захотелось. Так что приехали мы на обед в Тульчевиту. А тут везде двоечки висят, и мы догадались и спросили, был ли праздник. Был два года в заведении. Тут такие красивые поставили композит. И вокруг цветы там стоят. Ну, в общем, праздник был. По обеду я взяла опять свое любимое блюдо. Почтение с лососью. Я его всегда здесь беру. Оно мне нравится. И тем более сейчас его было бы хорошо поесть. Было бы очень холодно, но как-то все замерзли. То есть я говорила, что тепло. А потом в моменте стало очень холодно. Так что будем греться. Я тебе попробую. Какие-то котлетки из моря, грубо говоря. Пюре с селеры и морковки. Мамы почтение с курицей, а мне почтение за освощи. Так что она красивая. Я себе взяла еще гореть шоколад, как у мамы. Вышел очень вкусный. Мне понравился. Я как-то дома варила. Не раз. У меня такой же он был вкусный. Я здесь на себя хвалю в плане того, что у меня получается. Ребят, ну как без этого? Сам селеп похвалишь. Мы что-то ехали в Сильфо на Победе. Мы скорее вчера сюда просто не зашли. Мы были именно в магазине приколов. Ну и тоже всякая колония продается. Причем со скидками. Видите, сейчас можно все купить подешевле. Такой, конечно. Некоторые вещи просто абсолютно бесполезны. Даже для этого праздника, если его как-то отмечают. А, некоторые, да. Ух ты! Вы только посмотрите на это. Ликер с тыквенным вкусом. Пампкин Спайс. Обалдеть! Я, конечно, такое не пью, но, блин. А куда его? Это прям с полководной, да? Фу, это какая-то мерзость ужасная. Вот, я нашла в Сильфо дрипы. Вот эти, которые мне Леша заказывал. Значит, мне этот кофе нравится. Мне понравился тот, который Леша брал. Я не помню, Эфиопию или Кению он взял мне. А вот Бразилия со скидкой дрипы. Папа хочет просто взять. Наверное, ему надо со скидкой брать. А, тут еще есть. А какой же у меня, я даже не знаю. Пусть будет, наверное, микс. Да. Приятно видеть, что... Добрый день. Не, мне пока ничего не надо, спасибо. Приятно видеть, что здесь уже продают тыквенный пирог, вот этот, который я пробовала. Он очень вкусный, ребята. В нашем Сильфо я его не видела, а вот здесь уже есть, поэтому, если что, попробуйте. Это прям очень вкусный пирог. Ну, если вам, лень, готовится по моему рецепту, конечно. Токали мы в метро. А тут ничего, это Новый год. Удивительно. Мы что-то думали, будет тут все. А нет. Ну и правильно. Ну, тут, кажется, и на Хэллоуне ничего нет. Так, я привезла с метро хлебушек какой-то. Одно его купила попробовать. Очень пахнет, но одна вышла на сорок с чем-то гривен. Думаю, запечь кусочком. Это вообще я в эпицентре купила рядом. Пшикалку для цветов, потому что сломалась предыдущая. Лаваш именно от метро с ароматом сыра. Такой желтый-желтый. Два десерта альпро без сахара. Ну, это соевый йогурт. Это даже продукт соевый йогурт с красными ягодами, с вишней и клубникой. И вот такой батончик пряный. Меня папа купил тоже в эпицентре. Я его так схватила, думала, о, пряный батончик. Тыква вроде нарисована. Это же похоже на тыкву. А в итоге в составе и близко нет тыквы. Обидно. Я такой классный фильм посмотрела. Мне он так понравился. В преддверии Хэллоуина хотелось что-то подобное глянуть и новое. Я посмотрела фильм 96-го года. Колдовство называется. Нужно делать скидку на то, что 96-й год. И, возможно, какие-то сцены будут кажутся странными или еще что-то. Но фильм вайбовый, классный. Я обожаю вообще двухтысячное. Я обожаю вот это все время. Потому что это из моей молодости, когда я была подростком, я смотрела эти фильмы. Любила эти фильмы. И то настроение, и эстетика, которая из них сейчас не повторится. Это нереально. Это невозможно. Это было совершенно другое время. Поэтому фильмы тех годов это просто, просто обожаю. Особенно музыкальное сопровождение. Это то-ля Ковидж-рок или что-то такое. Ну, в общем, советую посмотреть тем, кто любит фильмы того времени и готов посмотреть фильмы того времени. Это, к слову, что вот это мне принесло больше удовольствия, чем просмотр фильма Субстанты. Кто-то там в комментариях начал писать, что вот, смысл был в том-то в том. Да вот вы ничего не поняли. Будто бы существует только одно мнение. Мы с мамой все поняли. Этот фильм понятен. Он просто в лоб кричит о проблеме. Там нужно быть просто недалеким, чтобы не понять, о чем этот фильм. Все понятно. То, что это боди-хоррор или боди-хоррор, как это, я не знала об этом. Я вообще, если честно, не знала, что есть такой жанр хоррора. Я просто знала, что это ужасы, черточка, научная фантастика. И шла. Я не изучала, о чем там этот фильм прям конкретно будет. Мне, наоборот, было, знаете, в кайф ощутить эмоции от фильма незнамо какого. Я часто иду в кинотеатр на фильмы и не читаю о них ничего. Вот как раз-таки для того, чтобы был такой вау-эффект. Или наоборот. А то, что фильм запоминающийся и глубокосмысленный, никто не спорит. Но, как мы уже говорили с мамой, для нас он показался затянутым. И чересчур где-то вот, ну... Ну, то, что он мерзкий, ну, мерзкий все. Я, например, если говорить про ужасы, уже не про глубокосмысленное кино, а просто про ужасы, предпочитаю на данный момент фильмы по типу солнцестояния. И таких фильмов очень мало. Вот их очень мало. Я очень много смотрела ужастиков, но этот прям, наверное, фаворит сейчас. И Реинкарнация. Ну, Реинкарнация, наверное, потом. Вот Солнцестояние, что-то мне очень нравится. И его я еще буду готова пересматривать. Хотя он из разряда странных, такие, знаете, о фильмах немножечко. Завтра хочу снять очень интересный дематический ролик в Инстаграм на тему Хэллоуина. Поэтому приглашаю вас. Приходите, следите за фотками и историей. Обязательно приготовьте эти булочки, которые сегодня делала. Прям вкусная штука. Очень сытная. Ну, а я вас еще раз благодарю. Будем смотреть другое кино, которое называется Варвар. Блин, не вижу, что там написано. Варвар или варвары. Не знаю. Варвар 22-го года. Вроде бы должен быть интересный. Все. Берегите себя. Пока-пока.